В отделе религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии состоялась выдача удостоверений выпускникам церковно-технических курсов. Документы об окончании обучения вручил митрополит Екатеринодарский Кубанский Василий. В зале духовных бесед выпускники встретили владыку песнопениями, порадовав слаженным звучанием. Владыка Василий поздравил выпускников и подчеркнул главное, что церковное пение – это служение, при котором человек полностью дает себя делу, которому он служит, и взамен ничего не требует. Владыка пожелал не терять этого горения в служении Богу. Владыка отметил, что певческие курсы оказались востребованными, на них обучались не только слушатели из Краснодара, но и, что важно, из разных уголков Кубани. И теперь они будут петь за богослужениями в своих храмах. Сильна всегда любая организация, а уж тем более митрополия или епархия, не только своими центрами, а именно периферией. И если там крепкие приходы, правильное уставное богослужение, хорошее чтение, внятное, понятное, и тем более такое духовное пение, оно, конечно, не может не приводить в восторг духовный каждого входящего, учить, вызывать тягу тому, чтобы вернуться вновь к этому богослужению, чтобы оно стало уже как не от случая к случаю, а именно как регулярная необходимость, без которой уже немыслима и жизнь человека. И нужно, конечно, помочь этим, я так думаю, энтузиастам, потому что православные служащие – это особенные энтузиасты, которые приходят не из-за мотивации какого-то материального вспоможения. Часто в церквях это и невозможно, особенно на периферии, а именно они оставляют какие-то свои обычные занятия ради того, чтобы была служба, чтобы и самим в этой жизни получить эту духовную науку, и эту науку передать своим детям и внукам. И нам бы хотелось, чтобы каждый бы священник, насколько это ему возможно, нашел возможность посылать на эти курсы, которые уже проходят больше 10 лет, своих помощниц или помощников, которые бы и ему облегчили эту задачу, чтобы батюшка хотя бы здесь имел надежную опору, что служба будет, будет она правильная, будет хорошее чтение, хорошее пение. И в целом, если мы дальше будем проявлять к этому прилежание, усердие, можно в перспективе думать уже и об открытии регенских курсов, чтобы эти энтузиасты наши церковные могли и сами совершенствоваться, потому что всегда, когда есть перспектива, когда есть какая-то высшая цель или планка поднятая, всегда оно поддерживает человека и его понуждает к еще большему усилию, к чему мы сегодня всех и хотим призвать, и наших батюшек, и наших помощников, и помощниц, чтобы церковь наша только росла и укреплялась. Спасибо, Господи, Христос воскресе!